Приветствую всех, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня 2 мая 2024 года. Прекрасный весенний день, ни одного облачка. И предлагаю вам немножко прогуляться по спальному району столицы. Это Дарницкий район Киева. И потом, в конце видеоролика, после прогулочки, планирую зайти в супермаркет АТБ, показать вам акции, а также цены на основные товары, продукты и свою закупочку примерно на 20 долларов. Поэтому видеоролик ожидается очень интересный, а также информативный. Не забывайте ставить лайк, дорогие друзья, подписываться на канал, если вы еще не подписаны. И желаю всем приятного просмотра. Тем, кто сейчас кушает или пьет чайочек, желаю приятного аппетита. Давайте посмотрим на такую красоту. Цветущие каштаны в обычном дворе в спальном районе города Киева. Тоже такая красота. Как обычно, поговорим с вами о погоде, об актуальных новостях. Поэтому не переключайтесь. Давайте скажу несколько слов относительно погоды. Сегодня, как вы можете наблюдать, нет вообще ни одного облачка. Прекрасная погода, даже сказал бы не весенняя, а скорее летняя. Плюс 24 градуса и довольно жалко. Я уже хожу в футболки. Большинство людей тоже. Хотя некоторые люди, признаюсь честно, одевают курточки. Скорее всего, они выходили еще с самого утра. А утром у нас немножко прохладненько. Я сегодня спал, кстати, с открытым окном. Проснулся и у меня побаливает горло. Поэтому заранее извиняюсь за такой тембр голоса. Давайте скажу вам несколько слов относительно военной обстановки в городе Киеве. Сегодня воздушных тревог, слава богу, не было. И обстановка довольно спокойная и стабильная. Еще и давайте скажу вам несколько слов относительно стоимости аренды на данный момент. У меня в комментариях периодически спрашивают, сколько же стоит у вас сейчас снять или купить квартиру вот примерно в таком спальном районе. Это Дарницкий район Киева. 16-этажный дом, панельный. И стоимость квартир тут стартует от 1200 долларов за квадратный метр. А если арендовать квартиру в таком доме, однокомнатная квартира может стоить от 8 до 11 тысяч гривен. Все, конечно, зависит от ремонта. Еще такая интересная новость. Апрель в Киеве стал одним из самых теплых за последние 144 года. По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в апреле составила 12,8 градусов по Цельсию, что выше климатической нормы на 2,8 градуса. Благодаря этому апрель 2024 года стал третьим самым теплым в рейтинге наблюдений за 144 года. В Украине в 2023 году стало больше гривневых миллионеров, сообщает глава налогового комитета Детьманцев. 10,7 тысяч человек задекларировали годовой доход в сумме более миллиона гривен. Это на 1200 человек больше, чем в 2022 году. Они заплатили более миллиарда гривен налогов и военного сбора. Вот такие у нас интересные, актуальные новости. Давайте заходим с вами в АТБ и посмотрим, что же у нас там вообще продается. И также покажу свою закупочку. Подходим к АТБ и давайте посмотрим на актуальные акции. Они актуальные со вчерашнего дня, то есть со среды. Вот смотрите, шашлычок в маринаде. 1 килограмм 166 гривен. Монгомилка куриная 75 гривен. Ковбаска 500 грамм 75 гривен. Что еще? Кола 2 литра 34,50. Обязательно возьму апельсинки. 1 килограмм 43 гривны. Еще вот акции, смотрите, семга 180 грамм 100 грамм по вот таким ценам. Майонезик, сыр, масло, в общем, много всего. Бломбир. Кстати, пишите в комментариях, какое ваше любимое мороженое. Давайте зайдем внутрь и все посмотрим своими глазами. Как обычно, беру тележку и давайте в первую очередь посмотрим актуальные цены на воду. Полуторалитровая вода, негазированная, 13 гривен. Напоминаю, 1 доллару на сегодня 40 гривен, 1 евро 43 гривны. И как узнать цену в валюте? Нужно цену в гривнах разделить на 40 и узнаете в долларах. И на 43 и узнаете цену в евро. Вот шоколадка лакми большая, 101 гривна. Миллениум по таким ценам. И в субботу, видите, будут скидочки. Будут действовать вот такие цены. Один день только в субботу. А нет, извиняюсь, это цена при покупке с карты ЭТБ. Эта карта оформляется в монобанке. И еще там в привате, если я не ошибаюсь, печенье. Разумный выбор, 48 гривен. Едем дальше. Колу, конечно, уже практически все разобрали. Ну вот зеро, без сахара, смотрите, 34 гривны. Возьму две, которые остались. Бросаем в тележку и едем дальше. Приехали в отдел сыра. Вот моцарелла. Тоже по акции, 43 гривны. Вот классная цена. Возьму 4 штучки. Даже давайте 5. Она, в принципе, не пропадет. Бросаем. Посмотрим цены на макарошки. Килограмм макарон, 26 гривен. Это обычная. А если из твердых сортов пшеницы, 41,50. Гречка, 20 гривен, 90 копеек. Пшеничка, 20. Вот тоже другая каша. Манка. И вот элитный рис, 62 гривны, 90 копеек. Обычный рис, 49,50. Что еще у нас? Тут вермишель, мивина, по 11 гривен. Быстрого приготовления. Еще давайте возьмем творог. Он сейчас... Ага, смотрите, это цена. Карта ЭТБ 24,50. А так он 32 гривны. Ну, у меня карты ЭТБ нету, поэтому возьму просто так, без акций. Йогурт. Карпатский, без сахара. 36 гривен, 50 копеек. Вот. Такая упаковочка. Срок годности нормальный, поэтому бросаю. Что еще у нас интересненького? Чипсы. 52 гривны. 58 с лобстером и с беконом. Приехал в отдел с фруктами. Банана 67 за килограмм. Апельсин 42 гривны. Тамокадо по вот таким ценам. Помело, грейпфрут. Киви. Киви это цена за 100 грамм. Естественно. Яблочки. 21 гривна. 30. В зависимости от того, что же это за яблоко. Помидоры. Есть тепличные. Есть тепличные. 75 гривны. Коктейльные. 99 гривны. Огурчики. 99. 39. Давайте посмотрим цену на чай. 53 гривны. Манго тайм. Интересный. Лавейр. По вот таким ценам. Я вообще обычно покупаю такой. Очень хороший. Тут 5 разных вкусов. За 42 гривны. Пожалуй, возьму. Приехал в хлебный отдел. Возьму свою любимую тортилью. 39 гривен. 80 копеек. Давайте посмотрим цену на куличики. Смотрите. 450 грамм. 70 гривен. Такой кулич. Кекс. Киев. Хлеб. Святковый. Пасхальный. И 48 гривен. За 300 грамм. Поменьше. Хлеб. Украинский. 18 гривен. 90 копеек. 475 грамм. Мороженое. Ломбир. Лимо. 1965. Скорее всего. 1965 года. Прошлого столетия. Его выпускают. Стоит он. Не 65 гривен. Как вы могли подумать. И 18-90. Что у нас еще из мороженого. Скорее всего. Возьму какое-то. Большой стакан. Стоит оно. Если не ошибаюсь. Сокола. 26,50. Сосиски. К макаронам. К макарошке. 52 гривны. 40 копеек. 330 грамм. Вот такие сосиски. Напоминаю. Один доллар у нас сегодня 40 гривен. Один евро. 43 гривна. Такая еще кракевская колбаса интересная. Это, если не ошибаюсь, за 100 грамм цена. 32,60 за 100 грамм. Яйца. Сколько же у нас сейчас стоит? 31 гривна. 90 копеек за десяток. Еще возьму салат. Он по 43 гривны. Наверное, один возьму, потому что он уже приказал долго жить. Такой себе уже салатик. Откровенно говоря. Так. Соевый соус. 33 по акции. 43 гривны. 30 копеек. Чумак. Возьму 2. Все равно не пропадет. Касаем в корзинку. Давайте глянем быстренько цены на пельмешки. Вот Белобореза. Пельмени по домашнему. 113 гривен за 888 грамм. Интересно. Консервы рижские. Свинина. 144 гривна. Итальянские консервы. 78 гривна. Паштет. Починковый. 47 гривна. И поехали дальше. Посмотрим мясо. Филе куриное. 18 гривен. 68 копеек. За 100 грамм это 180 гривен за килограмм. Вот мука. 31 гривна за 1,8 килограмма. Большая мука. 92 гривны. 90 копеек за 5 килограмм. Сахар. 28 гривен за 1,8 килограмм. Соль. 13,50 гривен. Тоже за килограмм. В целом все основное посмотрели. Сейчас еще поедем в отдел кофе. Не показал вам. И подсолнечного масла. Кофе. Кофе. Вот якобс. 210 гривен за 450 грамм. Еще. Смотрите. Немецкий кофе. 180 гривен за тех же 500 грамм. Подсолнечное масло 48 гривен 90 копеек за 900 миллилитров. И большое подсолнечное масло 110 гривен 30 копеек за 1,8 литра. Кстати, быстренько покажу вам химию и буду ехать на кассы. Большая. 2,7 килограмма. Большая упаковка порошка. 240 гривен. Маленький порошок. Вот 65 гривен 400 грамм. Еще такой порошок тоже есть. Самый бюджетный. 38 гривен. Неплохо. Капсулы для стирки. 145 гривен. Едем на кассу. Вот такой получился огромный мешок с продуктами. Давайте посмотрим на квитанцию. Апельсин. Килограмм. 42 гривны 95 копеек. Немножко больше килограмм получилось. Пакет компостный какой-то. Материал его скорее всего 90 копеек. Пакет большой 5 гривен. Несколько сыров. По 42,90. Творог. 32 гривны 40 копеек. Мороженое 26,50. Салат. И все видите дальше сами. В общем все получилось 673 гривны 93 копейки. Это примерно 17 долларов. До 20 немножко не дотянул. Пишите в комментариях, что можно купить на аналогичную сумму в вашем городе и в вашей стране. Будет очень интересно почитать. И на такой приятной, красивой продуктовой ноте заканчиваем наш сегодняшний видеоролик. Всем спасибо большое за просмотр, дорогие друзья. Я желаю вам мира, добра и хорошего настроения. До новых встреч. Продолжение следует...